Привет, друзья! Я вас вновь приветствую! Я Илона. Добро пожаловать на мой канал. Зашла в магазин Aldi и решила с вами поделиться видео. Посмотрим, что тут нового и интересного. Друзья, брала вот такие оливки, коломаты оливки в Aldi 2.25. Такие вкусные! Просто не могу передать. Поэтому, кто живет в Соединенных Штатах Америки или у кого в Европе есть магазин немецкий Aldi, очень-очень рекомендую, понравились. Периодически покупаю вот это white vinegar, дистиллированный белый уксус. Знаете для чего? Натуральный уксус для того, чтобы чистить разные поверхности дома. И в частности, я чищу посудомойку и стиральную машину тоже этим уксусом. Прекрасно! Вот сейчас за 3.5 органическая клубника в Aldi, 3.39 бруль полиорганическая. Что у нас еще? Виноград органический за 5 долларов. И что мне особенно понравилось, за 4.29 вот такие хорошенькие огурчики, мини-огурчики. 4.29 достаточно большая упаковка. Неоднократно раньше, когда снимала видео, говорила о том, что очень нравятся вот эти помидоры. У меня сейчас очень много помидоров черри в саду. Очень много я не покупаю. Но вот вообще имейте в виду, у кого есть Aldi, вот эти помидоры черри невероятно сладкие. 2.49 вот эта упаковочка. Кстати, если зайдете в американских магазинах в отдел Дели, имейте в виду, тот, кто живет в США, сейчас огромный рекол, то есть возврат продуктов, бордс-хед, то есть это полуфабрикаты мясные, ветчины и так далее. Огромные партии с листериозом. Это тяжелые очень заболевания, вызываются возбудителем листерии. Поэтому имейте в виду, идет рекол, обращайте внимание, может быть, в течение какого-то времени лучше их избегать. Вот бордс-хед. Обращаю внимание, буквально вот слышали в новостях. Листериоз тяжелый. Я так думаю, что Aldi это не захватывает, потому что здесь нет, не представлен этот конкретно бренд. Но вообще, конечно, нам всем полезно следить вот за информацией по поводу различных реколов, различных продуктов, чтобы избегать вот этих ситуаций. В Америке с этим очень строго, серьезно, честно объявляется, все продукты изымаются и, ну, по возможности, они, конечно, изымаются, но, по крайней мере, людей предупреждают. Если обнаружена вот эта листерия или какая-то другая, возбудили другого заболевания, передающегося через продукты, об этом объявляется во всех средствах массовой информации. Эта информация доступна все время онлайн, и можно узнать, какая партия, и просто этого избегать. Всегда покупаю здесь фарш, очень хороший, органический, всего за 4 доллара. Притом, как я еще раз говорю о том, что травой кормят, да, вот это коровы, которые кормились травой. Самое правильное мясо, здоровое. Вот такая Aldi мясная лазанья за 3 доллара. Посмотрите, как красиво выглядит. Не знаю, какая она на вкус, не пробовала, но выглядит очень даже приятно. Вы знаете, в США очень популярен у детей замороженный лед, разноцветный. Конечно, там столько красителей и сахара. А я тут ребенку делаю домашнее, ну, на самом деле не мороженое, замороженный йогурт, замороженный сок. Я буду такие интересные контейнеры, как-нибудь сделаю шорт. Скоро покажу. Наливаю туда сок. Вот, в частности, например, натуральный ананас и сок. Замораживаю, получается, чается лед на палочке. Ребенок с удовольствием это ест. И полезно, и вкусно. Посмотрите, какое мороженое продают. Здесь очень популярен у всех детей, девочек, юникорн. Вот они такие, юникорн, русалочки. Конечно, все это очень красиво выглядит. Но мы все знаем, сколько здесь красителей и искусственных добавок. Поэтому стараемся избегать, особенно, когда дело касается детей. Смотрите, какие соленые огурчики за 3 доллара продают. Сейчас посмотрим, что так у них особенного. Кошерные, собранные вручную. Garden pickles. Смотрится очень даже симпатично. Хотя сами можно легко засолить. А вот, посмотри, спагетти из гороха. Гороховые спагетти. Вот такие будут. Можно купить и попробовать. Почему бы и нет? Стоит рубль 79. Доллар 79, извините. Вот как приближается школьная пора. Дети здесь в нашем штате идут в школу с августа. И уже, я смотрю, таких знаков много появляется для школы. Как раз такие вот родители детям дают свои завтраки. Или там можно в кафетерии купить. Вот такого рода. Ну что, друзья, теперь посмотрим, что есть нового среди промышленных товаров. Тут постоянно они обновляются. И в том числе в школу вот такие появляются контейнеры для того, чтобы различные знаки с собой вносить. Ланчи, видите, даже можно такие и соусы разные положить. В общем, даже хорошие идеи. Посмотрите, что за чудо. Значит, бутылка для воды. Два в одном. И я решила посмотреть, что же здесь два в одном. Оказывается, блютуз-спикер. Блютуз-спикер. Вот здесь. И бутылка для воды. Представляете? Что только не придумают, а? Вот такой блютуз-спикер и бутылка для воды стоит 7,5 долларов. Всего. Представляете, лет 20 назад такое представить. Можно? Нет. А вот это для лаптапа, посмотрите, подушечка мягенькая, чтобы вам удобно было на коленках держать. Вот сюда ставите свой лаптап, паншетник и пользуетесь. Видите? Очень даже симпатичная вещь. Такие подсвечники очень симпатичные. Такие нежные, такие красивые. Легкие-прелегкие. Посмотрите, разные цвета. По-моему, очень красиво смотрится. Стоят они 7 долларов. Тоже интересная вещь для того, чтобы для дома такие блоки из пены, как пенопласт специальный. Вот такие блоки я использовала, когда у меня ребенок был крошкой, только начинал ходить, чтобы он не падал. Мы выстилали такие целые лаиковрики в пространство кухни, где он чаще всего бегал. А вот посмотрите, можно их сделать в разных местах, и они выглядят как будто бы дерево. И за счет этого очень-очень даже удобно. Можно выстелить большую поверхность, и эстетически выглядит вполне приемлемо. Притом есть разные цвета. Видите? Серый, под деревом. Но у нас разноцветные тогда были. И было очень хорошо, очень удобно. Вот 13 долларов стоит 4 штуки. 61 сантиметра на 61. Каждая. Вот такую пленочку, свет. Это цвет в виде пленки, которую можно наклеить. Можно менять различные цветовые. Накладывать. То есть цвет одного цвета, другого цвета, сочетание цветов. Продолжительные, мигающие и так далее. Посмотрите, стоит 8 долларов. И вот можно приклеить внутри шкафов, позади кровати, на кухне и так далее. Такого рода мы покупали в Коску. Ну, вообще хорошая вещь. Контейнеры для хранения с крышками. Вот мы недавно такие покупали для игрушек. Волонакте тоже неплохая цена. Этот стоит 8 долларов. Неплохого размера. А вот это приспособление за 7 долларов, чтобы нарезать хлеб. Посмотрите. Может быть, это и хорошо, но представьте. Чтобы только нарезать хлеб, вам дома нужно иметь это приспособление и еще найти место для его хранения. Что я никогда не понимала. Электрические зубные щетки. Хорошие щетки, конечно, очень дорого стоят. У меня есть очень дорогие хорошие щетки. Мне дарили. А вот эти, пожалуйста, вот рефил еще, да, 5 долларов стоит. И плюс рефил, по-моему, великолепная цена. Выглядит очень даже неплохо. Вот эти стульчики очень хорошие. У кого маленькие детки, они очень удобные. У нас такой есть. Но, правда, ребенок немного уже его перерос. Посмотрите. Открываются. А хранятся в таком состоянии. Есть разного размера. Нам, конечно, повыше надо уже покупать. А вообще удобно куда-то подниматься на верхней полке и так далее. Стоит такой стучек 7 долларов. Он во многих магазинах продается. И разные цветовые варианты есть. Посмотрите, какой гриль. Самый простой, который только может быть, но при этом посмотрите, какой удобный. Вот вы, там, камни у вас или просто костер вы разожгли. Вы его ставите как столик. Пожалуйста. И все на нем делаете. И сковороду можно положить. И соседки, и бутерброды. По-моему, идея прекрасная. И при этом вот самый-самый простой. Посмотрите, он еще и складывается. Посмотрите, какой коврик. Совершенно нейтральный, обычный. 30 долларов стоит. Такой приятный бежевый кремовый цвет. Сейчас очень модно такие цвета. Самый-самый обычный. Без всяких рисунков. 5 на 7 фитов. 152 сантиметра на 213. Ну, очень даже хорош. А всего за 5 долларов такое устройство. Посмотрите. Киськам лапки чесать. Вот положили. И киська себе лапки чешет. Когти. Как это называется? Когти. То есть, они вот скребут когтями, да? Очень даже удобная вещь. А посмотрите, какая хорошая вещь. За 25 долларов покрывала. Натяжные покрывала для софы, для кресел. Конечно, нужно, чтобы размер подошел. Но, тем не менее, они очень приятные. И очень нейтральные, приятный цвет, рисунок. По-моему, хорошо смотрятся. Очень даже. Почему бы нет? За 4 доллара вот такая книжка. Думаю, что же там такое? Написано Calming Coloring. То есть, успокаивающая раскраска. Помните, как мы в детстве любили раскраски? А это для взрослых. Смотрите. Как интересно, да? Очень даже. Что-то в этом есть. Тоже такая интересная книжка. Журнал. То есть, вы... Это ваш как дневник личный, да? И что там можно написать? Что меня сегодня вдохновило? Что я люблю про себя? Какой добрый поступок я совершил? Видите, как интересно? Тут целый текст. О чем я волнуюсь? И так далее. Масочки для лица. Но уж не знаю, какого они качества. И что они из себя представляют, написано. Маска с коллагеном. Для... Для вот около... Вокруг глаз накладываете ее, да? Ретинолом. Гиалуроновой кислотой. Витамином Е. Маслом орган. Ну, интересно, конечно. Да? 4 доллара стоит. А здесь даже проектор есть. А! То есть, что это? Как этим пользоваться? То есть, наши проекторы... Мы все помним, да? Что из себя представляет проектор. Вот посмотрите, как интересно, да? 15 долларов. Вот это такой набор магнитных... Я так понимаю, что магнитных пластинок... Это такая хорошая вещь. Эти магнитные конструкторы... Можно вот такой замок построить. Здесь динозавр. Ребенок очень любит у меня. Просто обожает. И это такая вещь, что... Если у вас даже другой есть набор, так как там магниты, можно друг с другом их комбинировать. И даже какие-то интересные вещи делать. Притом, те были с динозаврами, а эти, смотрите, они совершенно разные. Я смотрю, вот кого интересует. Видите, какие есть? Совершенно-совершенно разные. Вот, по крайней мере, для ребенка 5 лет это безумно интересно. Потом еще заметила такое для организации пространства. Вот такие складывающиеся ящички. Очень удобно для таких шкафов. 5 долларов пара. Вот как раз такие ящички, возможно, подойдет для таких шкафчиков. Органайзер. То есть это такой шкафчик. Вы его поставите. Он небольшой. Вы его собрали. Вот написано. Вот тут объем в литрах. Надо точно посмотреть. 75 на 37 на 76 сантиметров. Вот. Поставили. Переносной он может быть. Поставили внутреннего. Вот такие блоки. Туда положили какие-то вещи. И организовали, например, детские игрушки. За 7 долларов вот такая доска. На неделю, пожалуйста, планируйте. Пишите что-то. А потом и рейс. То есть удаляете, да? Стираете. В общем, друзья, застряла среди детских товаров. Столько всего интересного. А арбуз покупала как-то в Алде. Был очень-очень вкусный. Посмотрим на этот раз какой. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. А я вам желаю всего наилучшего. Будьте здоровы, счастливы. Пусть будет всем нам мир и счастье. Всего вам самого доброго. С вами была Илона. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok